Почти 3,5 миллиона наркозависимых в России. Из них 4 тысячи в Волгоградской области. Это официальная статистика, которая по утверждению специалистов отражает не более 20% действительности. Поэтому пусть маленьким, но достижением наркополицейские называют стабилизацией ситуации в нашем регионе. Мы подошли к той черте, за которой, в общем-то, наше будущее уже не существует. Это наши дети, да? Наша эрудиция нашего общества. И не только России, но и всего, в общем-то, мира. Ежегодно во время проведения спецопераций наркополицейские изымают из незаконного оборота сотни килограммов наркотических веществ. Но одновременно преступники ищут все новые формы сбыта зелья. Например, в традиционную соль для ванн добавляют запрещенные амфетаминовые добавки. Такие же манипуляции производят и с удобрениями для комнатных растений. Официально к продаже эти вещества не запрещены. Это связано с инертностью законодателей и несовершенствованием самого законодательства. Ведь у нас в России наркотическим веществом можно называть только то вещество, которое официально входит в список наркотических веществ. Специалисты предлагают внести опасные для здоровья средства в список наркотических и психотропных веществ, подлежащих государственному контролю. Но главный акцент должен делаться на профилактику. В этом единые наркополицейские, врачи и власти. Кстати, на днях президент Дмитрий Медведев утвердил стратегию государственной антинаркотической политики до 2020 года. Ее главная цель – сокращение незаконного оборота и употребление наркотиков.